Всем привет, друзья! Продолжаем нашу серию выпусков, как прокачать все мышцы, не используя гантели, не используя никакое железо. Мы будем использовать только резинку и только палку. Нам понадобится две вещи. Сегодня мы будем качать офигительные бицепсы. На следующий день они будут болеть, а сейчас они будут просто разрываться. Нам нужна резинка, вы ее можете найти в Workout Shop, ссылочку оставлю в описании. Полетели! Итак, друзья, давайте начнем со стандартного упражнения, это подъемы штанги на бицепс. Так как у нас нет штанги, мы будем заменять палкой и резинкой. Смотрите, что мы делаем. Мы должны положить резинку под ноги вот таким вот образом. Чем шире вы делаете ноги, расставляете, тем меньше амплитуды, тем сложнее будет выполнять упражнение. А здесь мы должны держать штангу вот так. Получается, смотрите. Если вы хотите сделать напряжение еще больше, вы должны вот в этом месте скрутить. И как бы амплитуда опять же уменьшается. И поехали. Смотрите, как мы должны делать. То есть вверх мы идем быстрее, а вниз мы опускаем медленней. Вверх быстрее, а вниз опускаем медленней. Вверх быстрее, вниз медленней. И в нижней фазе мы не опускаем до конца, не расслабляем наш бицепс. Держим постоянно его в напряжении вот таким вот образом. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение это имитация подъема в гантель на бицепс. Что мы будем делать? Кладем резинку под ноги и в зависимости от того, какую руку вы хотите прокачать, какой бицепс, мы должны от центра немножко сместить правую руку, например, вправо, если мы хотим качать правый бицепс. То есть резинку мы будем держать немножко правее центра. То есть у нас получается резинка не по центру стоит, а немножко мы смещаем руку и делаем, как будто мы держим гантель. Ну и погнали работать! Опять же, вверх мы делаем быстрее, быстрее вниз опускаем медленнее. И в нижней амплитуде мы не расслабляем до конца, чтобы бицепс постоянно был в напряжении. Все-таки это резинка, а не гантель. Поэтому немножко делаем запас примерно вот так, чтобы он держался в напряжении постоянно. Следующее, третье упражнение – это упражнение на прокачку брахиалиса. Брахиалис у нас находится вот здесь, между бицепсом и трицепсом. Если вы хотите иметь его, то вам нужно его постоянно качать. Я не качаю, поэтому у меня его нету. А если бы я качал, то у меня был бы красивый такой бугорок тут, и красиво бы бицепс от трицепса бы сепарировались. Поэтому погнали! Я уверен, все вы знаете упражнение молоток. Когда вы стоите с гантелей, у вас рука все время вот так, и вы поднимаете руку вот таким вот образом. То есть вы не супинируете ее, вот так не делаете. Вы постоянно держите ее как молоток, да, как будто бьете молотком. Бан-бан, бан-бан, бан-бан. И у вас из-за этого будет качаться вот эта часть бицепса, то есть брахиалис. Делаем мы вот так. Опять же, кладем резинку под обе ноги. Руку смещаем немножко правее резинки. Если хотим качать правый бицепс, если левый хотим, то левее. Логично. И погнали! Делаем не вот так, а делаем у нас вот так рука должна быть. То есть вот в таком положении. Смотрите, как мы делаем. Оп! 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 В нижней фазе, опять же, не опускаем руку до конца, держим ее в напряжении. Я вот вам на 100% говорю, с резинками качать бицепсы ни капли не хуже, чем с гантелями. Нагрузка идет бешеная. Если вы, конечно, не будете в нижней фазе на полное опускать, а будете немножко удерживать ваш бицепс, то будет просто незаменимый агрегат, аппарат, тренажер, как угодно. Короче, резинка крутая вещь. И сейчас я вам покажу, как прокачать внешнюю часть головки бицепса, да? Как мы знаем, у нас две головки. Одна левая, другая правая, внешняя и внутренняя. Покажу, как прокачать внешнюю и внутреннюю. Начнем с внешней. Если вы хотите прокачать внешнюю головку бицепса, то вам нужно штангу брать таким образом, чтобы у вас руки находились вот примерно сантиметров 10-15 друг от друга. Тогда будет качаться вот эта внешняя часть головки. Вот она. Смотрите, как мы делаем. Руки узко, ноги широко расставляем, чтобы у нас меньше амплитуда движения была. И погнали. Теперь качаем внутреннюю. Во внутренней другая ситуация. Внутренняя это вот эта. Блин, вот эта часть. Головка вот эта. Внутренняя. Что мы делаем? Значит, мы тут наоборот не узко берем, а наоборот беремся очень широко, шире плеч. Получается вот так примерно. И тогда у нас будет качаться внутренняя головка. Правая битка забилась уже. Правая не тащит, а левая тащит. Вот, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы усвоили все наши занятия. Все то, что я показал, все упражнения, они очень эффективные. Советую в каждом упражнении делать где-то по 3-4 подхода, по 8-12 повторений. С резинкой довольно сложно делать. Вам, наверное, кажется, что легко. Там резинка тоненькая. Если вы раздвинете ноги широко и еще немножко скрустите, например, нашу штангу, палку, то будет амплитуда маленькая, и на бицепс будет идти огромная нагрузка. Поэтому, друзья, я вам советую купить такую резинку. Если дома ничего нету, ни гантелей, ни штанги, то это отличный тренажер для прокачки бицепсов и других мышц. Мы будем продолжать делать упражнения на другие мышцы с резинкой. Уверен, вам понравится. Увидимся в следующем выпуске. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, и увидимся уже скоро. Полетели!